грудинка которая будет у нас беконом вот вот такую я взяла посмотрите она достаточно толстенько как бекон это будет просто великолепно сюда же кладем так у нас получилось 2 743 ну будем считать что 2 740 2 750 значит на килограмм вот этого мяса которому сюда здесь положили мы должны взять 20 грамм соли и 8 грамм специй я буду использовать специи от компании ем колбаски вот такие значит самое главное что здесь это черный перец молотый смесь для охотничьих колбасок еще есть подобная же смесь для ветчин в принципе очень похожие здесь составы в основе лежит в основе здесь конечно перец черный молотый кориандр есть и здесь и в этом тоже чеснок молотый вот в этом еще мускатный орех в колбасках вы можете использовать либо такую смесь либо такую еще раз хочу сказать что все ингредиенты я напишу а из дам ссылку на сайт ем колбаски если вы захотите купить их здесь очень качественные специи но если у вас нет ничего страшного на килограмм возьмите 8 грамм специй которые составляют перец черный молотый кориандр молотый чеснок также можете добавить сюда мускатный орех молотый тоже этих специй будет вполне достаточно чтобы раскрасить вот это мясо нам нужно с вами 55 граммов соли я беру пополам нитритную соль и обычную поваренную если вы категорически против нитритной соли я вас не буду сейчас переубеждать в том что это не страшно в том что соль разрушается при температурном воздействии значит вы берете полностью 2 процента обычной поваренной соли вот я кладу у меня будет половина это 25 нам нужно 22 грамма специй чтобы равномерно солью было и начинаем засыпать сверху я положу вот этот кусочек для ветчины потому что он будет меньше солиться а вот этот для бекона будет солиться три дня потому что он будет практически сырой немножко совсем подваренный поэтому мы его должны хорошо просолить а тот кусочек который для ветчины мы его будем до готовности доводить в духовке так хорошо втерли не забываем еще что вся соль и специи пройдут вниз поэтому внизу не сильно солим больше солим сверху он тот верхний кусочек мы должны посолить хорошенечко ну и конечно мы будем менять местами так вот наш красивый вот наш красивый бекончик он догодавливается в духовке после посола бекон получается вот с такой корочкой почему я называю его именно бекон потому что я немножко его подвариваю а можно его закоптить у меня уже есть рецепт копченого бекона на канале дам вам ссылочку оставлю а это этот бекон я сейчас немножко подморожу в морозильной камере и на слайсере сделаю маленькими слоями такими для того чтобы можно было взять любое время и сделать яичницу вообще бекон это такая такой усилитель вкуса универсальная добавка с которой можно сделать все что угодно вот смотрите мясо получается не вареное оно как бы как будто немножко подвяленное видите вот такая красота сейчас попробуем немножко вот здесь вот срежу потому что это все равно не будет у нас ровно я это все укладываю слоями в контейнерах и замораживаю и потом по мере надобности достаю контейнер и пользуюсь им такой срез красивый пока у них не подморожен его сложно порезать тоненько видите вот мясо она вот так вот растягивается из-за того что мы его немножко подварили вот такое тягучее становится так сейчас в меру соли очень вкусно просто красота рекомендую вам приготовить с беконом можно делать пасту карбонара очень вкусно посмотрите он сочный очень не сухой с корочкой ну все я поделилась с вами рецептом вы поделитесь со мной лайком делитесь этим видео пусть бы вам будет вкусно приятного аппетита